Добрый день, уважаемые коллеги, президиум. Хочу пояснить, чем руководствовался для того, чтобы сделать такое предложение и внести в повестку дня в облсовете данное решение. Наблюдая целый год за тем, что происходит на территориях, чем столкнулся как депутат. Людей приходит на приемные очень много, а возможности помочь рядового депутата на своей территории практически мизерные. Все, что у нас есть возможности, распоряжаясь бюджетом порядка 4,5 миллиардов, мы можем оказывать материальную помощь в размере 120 тысяч. И максимум, что у нас получается выплатить конкретному человеку, а приходит очень, ну я думаю, вы все видели на своих избирательных участках, сталкивались, приходят люди очень в тяжелом состоянии. Очень много больных людей, много пенсионеров, много социально незащищенных слоев населения, с которыми приходится общаться и реальной эффективной помощи оказать не можешь. Мне как человеку, одному из руководителей предприятия, человеку из бизнеса, вообще сложно, зная о том, что проблему можно решить совместно, обладая таким ресурсом, как областной совет, как областной бюджет, понимая о том, что эффективно помочь этому человеку я не могу. И я не могу пройти мимо вот этой вот ситуации. Поэтому и еще хотел на чем обозначить. Наблюдая процесс, вот как у нас используются деньги, особенно меня волнует проблема УКСа, и хорошо, что мы вот создали эту комиссию, которая сделает свои заключения и даст объективную оценку тому, что происходит. Мы видим, что с областного бюджета мы выделяем деньги, а деньги реально эффективно не используются. Мы видим, как формируется бюджет. С одной стороны, есть пожелания и обращения депутатов областного совета, а есть определенные политические мотивы, на основе которых администрация по-своему, как она себе это видит, формирует областной бюджет. Я думаю, что вот этот вот высокий статус, де юра, который нас наделили избиратели, статус областного депутата, и по факту то, что мы имеем на своих территориях, как областные депутаты, мы на самом деле ничем не можем эффективно воспользоваться, и ни на что мы эффективно не влияем на своих территориях. Местные исполкомы, райисполковые администрации, городские исполкомы, они имеют в своих руках бюджет. Они, как считают нужным, в зависимости от того, какая политическая сила пришла к власти, как считают нужным, так и распоряжаются этим ресурсом. Причем, более того, самое циничное, что в этом всем, когда начинает бюджет громады полностью использовать в личных корыстных целях, использовать наличный пиар. Позиция областного депутата, она стоит как бы на территории более большей, чем просто городской совет или районный совет. Я думаю, что благодаря вот этому предложению по увеличению депутатского флота, мы реально можем стать областные депутаты такими территориальными сенаторами. Мы говорим о том, что нам нужна децентрализация, мы говорим о том, что нам нужно больше полномочий переносить на свои места, и при этом не обладая финансовым ресурсом, нам будет это очень сложно сделать. Поэтому в чем заключается суть моего предложения? Я предложил увеличить депутатский фонд на 850 тысяч, из которых 250 тысяч на выдачу материальной помощи социально незащищенным слоям населения, и 600 тысяч на то, чтобы оказывать на своей территории, может быть, школы, больницы, садики, может быть, дворы. Ну, каждый депутат видит сам на своей территории, кому лучше и как можно эффективно помочь. Какие здесь есть подводные камни, да? Есть определенное, обсуждая с вами на комиссиях, есть определенное сопротивление со стороны администрации, деньги не особо хотят нам выделять на это дело. И есть второй момент этого вопроса, есть второй момент этого вопроса, что контролировать использование, если, допустим, заниматься, втягиваться в стройку, то там могут возникать вопросы проектов, подрядных организаций и так далее. То есть есть предложение варианта, это уже в тему разработки, когда будет методика, каким образом выделять, чтобы деньги тратились на закупку, а не на строительную часть этого процесса всего, и таким образом уйти от более сложной процедуры. Итак, вопрос состоит из двух частей. Предусмотреть в бюджете 2017 года выделение средств на том, чтобы увеличить депутатский фонд, и второе, поручить администрации разработать методику, каким образом будет выдаваться эта сумма депутату, и как ей дальше использовать. Прошу поддержать. Спасибо. Горнин, Эдуард Анатольевич, прошу. Пытания до поведача, прошу.